Эти ёлочки и пихты приехали в Абакан из Усть-Бюря. Срубили их в конце ноября. Заготовщики рассказали, дело это не простое. Не в любую погоду можно приступать к вырубке. В сильный мороз дерево становится хрупким и может, сломавшись, потерять товарный вид. Но бригада опытная, поэтому абаканцам предлагают качественный товар. Цены пока тоже не кусаются. Цены на главный атрибут новогоднего праздника не изменились практически по сравнению с прошлым годом. Например, вот такая маленькая ёлочка, чуть более метра, она высотой стоит около 500 рублей. Ну а вот такая красавица, которая стоит позади меня, она около трёх метров, попадётся в две с половиной тысячи. Таких ёлочных базаров развернулось в Абакане более трёх десятков. Покупательского ажиотажа нет, абаканцы прицениваются. Многие и вовсе против живых деревьев в квартире. Искусственные. А почему? Ну просто выгоднее так. А у моей внучки вообще во дворе ёлки. Они уже во дворе поставили эти гирлянды, повесили, прекрасно, но ещё будут покупать. Искусственные ставлю. Почему искусственные? Меньше хлопот после Нового года, чтобы не убирать. Покупаю и в этом месте часто покупаю. И ребятишки уже ждут с нетерпением, поэтому прибежал посмотреть. Чтобы праздничное настроение сохранилось дольше, специалисты советуют ухаживать за ёлочкой. Особенных усилий для этого не потребуется. Постаканник ставить, чтобы воду доливать. Или ведро с песком. Ну тоже воду доливать. И почаще наливать. Раз, ну думаю, где-то, ну два дня. К созданию праздничной атмосферы приступили и власти Абакана. На днях на радость Ребетне засверкают разноцветными огнями ледовые городки. Ёлки установят в каждом районе столицы России. Кстати, самая высокая ёлка в России в этом году в Красноярске. 55-метровая красавица уже установлена на острове Татышев. Она обошлась краевому бюджету 61 миллион рублей. Наталья Аданина, Станислав Калчинаев, РТС.